Итак, сегодня в редакторе Vector будем делать сертификат. Немножко про редактор. В принципе, здесь можно работать без регистрации, но я вхожу везде с помощью своего Google аккаунта. И вот здесь нужно нажать кнопку «Использовать онлайн». И мы попадаем в свой кабинет, где у нас уже что-то изготовлено. Чтобы создать новый файл, нужно нажать на кнопку «Новая работа». Значит, мы будем делать сертификат, поэтому выбираем раздел «Принт». Вот тут А4. Ну вот почему-то нельзя тут перевернуть его. Я хочу, чтобы это был ландшафт. Поэтому напишу здесь 297. Надо раскрепить. А тут 210. А, и создать. Значит, придерживая клавишу «Контрол» и вращая колесико-мышки, можно отдалить нашу работу. Так, значит, все у меня будет происходить на синим фоне. Фон тут заливку сделать нельзя, но зато можно вот так выбрать прямоугольник, щелкнуть, выбрать цвет. Ну, пусть вот такой. И растянуть его на весь наш рабочий стол. Дальше. Вот здесь у нас есть кнопка «Слои». Закрепим наш фон, чтобы он у нас не передвигался, не сбивался. Дальше. Сделаем еще один прямоугольник. Он у нас уже будет белый. И вот, немножко пошевелив, его выравниваем по центру. Пока у нас не будет тут крестика. Вот так. Теперь снова сделаем закрепление слоя и нарисуем еще один квадратик. Синий уж теперь у нас будет выдать. Возьмем пипетку, щелк. Вот у нас цвет такой, как нам нужен. Цвет можно добавить в палитру, чтобы у нас не... Потом снова не пользоваться пипеткой. Снова выравниваем. Вот у нас получилась такая рамка. И добавим еще один белый прямоугольник. Ну вот, что у меня получилось. Теперь добавим украшения. Во-первых, украшения можно взять вот здесь, из папочки элементы. Тут вот различные такие украшающие элементы есть. Можно что-то выбрать. Я хочу такую звезду взять. Как повернуть объект? Вот если навести на уголок, то вот появляется такая черная вращающаяся стрелка. А также можно вот здесь выставить градусы, какие нам надо. Так, еще одну. С этой стороны сделаем. Ну, то есть, если не получается там найти, можно вот здесь там 45 градусов. Так, дальше. Как загрузить свои картинки? Можно вот нажать на вот эту кнопочку «Оплод» и загрузить. Допустим, мы возьмем сову. Чуть подождать. И распределить красиво. Так. Ну, теперь напишем. Во-первых, нам нужно название сертификат. То есть, мы щелкаем по тексту, пишем здесь. Поздравляем. Вот здесь вот можно выбрать шрифт, но русифицированных не так уж много. Поэтому, в принципе, вот нажав на вот эту кнопочку, можно загрузить свой. Ну, вот я загружу он такой круглый. И он появляется в начале списка. Так, выберем цвет. Ну, пусть вот синий будет. Теперь можно увеличить. Следим, чтобы было по центру. Вот, когда вертикальное направляющее появится, то, значит, мы добрались до центра. То есть, вот дальше напишем сертификат. В кончании курса. Значит, вот у нас так получилось некрасиво, не влезло. Поэтому нужно рамочку нашу расширить вот таким образом, чтобы все буквы были видны. Так. Ну, и здесь тоже выберем круглый шрифт, который мы загрузили. Ну, и сделаем поменьше. Вот тут не 33, а скажем 20. Ну, вот, выровняем. Да, здесь можно выравнивать по центру или там, как нам надо. Вот у нас клево, но мы сделаем по центру, чтобы было красиво. Так, теперь нам нужно кому сертификат вводить. Напишем там, Миша. Значит, все то же самое. То есть, нам нужно выбрать шрифт. А цвет. Ну, пусть в красном. Дальше. Размер. Выровнять по центру и перетащить. Теперь дальше. У нас осталось подпись и дата. Чтобы сделать подпись, можно выбрать квадратик, нарисовать его, линию я имею в виду, и увеличить. сделать, например, черный. Ну, и подпись. Скопировать. Ctrl-C, Ctrl-V. подпись и дата. Для этого нам нужен текст. и дата. И дата. Теперь у нас все готово. Мы можем экспортировать наш сертификат, например, в PNG или в JPEG формат. Можно выбрать и нажать на кнопку загрузить. Также можно этим сертификатом сразу поделиться, то есть, скопировать ссылку на него и отправить, например, в социальную сеть. Надеюсь, было полезно. На этом спасибо. Стоп. Субтитры создавал DimaTorzok